Они провоцировали задержанных на личные разговоры и пытались узнать, кто организатор акции. Полицейские, в свою очередь, требовали показать на телефонах переписки в Телеграм и Ватсап, чтобы вычислить других участников и организаторов митингов. Задержанным, большинство из них молодые девушки, задавали личные вопросы, например, где работают их родители, братья и сёстры. Полицейские угрожали, что теперь их родственники не смогут устроиться на работу. Кроме того, они утверждали, что если задержанные ещё раз выйдут на митинг, то их посадят за государственную измену. И здесь, друзья, я ещё раз хочу вам напомнить один свой важный ролик. Называется он «Никогда не разговаривайте с полицией». Помните, пожалуйста, что если вы оказались в отделении полиции, неважно, вас просто случайно взяли там по ошибке, вас задержали на митинге, на акции, это абсолютно не имеет значения. Самое опасное в этой ситуации – это отвечать на вопросы полиции без адвоката. Давать какие-то показания, где-то что-то расписываться. Никогда не верьте полицейски. Потому что задача полицейского – это составить на вас дело, вас посадить там или оштрафовать и отправить в суд, получить очередную звёздочку. Нету там ваших друзей. Поэтому ещё раз, есть 51-я статья Конституции, которая даёт вам право не свидетельствовать против себя. Просто берёте 51-ю статью и ничего не говорите, ничего не отвечаете. Какие бы ни были угрозы, не ведитесь на это. Никогда не разговаривайте с какими-то провокаторами или другими незнакомыми вам людьми, когда они пытаются вывести вас на какой-то откровенный разговор. Не показывайте свои телефоны, никак не контактируйте, требуйте адвоката. Подробнее о том, как себя надо вести, посмотрите в ролике, которую ссылочку я оставлю в описании. Я делал этот ролик специально для таких случаев. И если у вас, друзья, до сих пор нет адвоката, то самое время подумать об этом. Заключите контракт с каким-нибудь адвокатом, с юридической фирмой, чтобы у вас как минимум был телефон, и в случае чего вам просто было куда позвонить. Дайте телефон своим родственникам, чтобы они могли вам вызвать адвоката. Такие времена, да. Раньше были телефоны кафе, ресторанов, врача семейного. Теперь самый главный телефон, который у вас есть, это телефон адвоката. И этот телефон нужно знать наизусть.